Всем доброго дня! И у нас неочередной прямой эфир, хотя очень-очень долго ожидаемый. Напоминаю, что начало 2024 года мы вернули наши прямые эфиры и подняли очень важную тему, которая была затронута и на прошлой неделе. Это подрастающее поколение. Ну и понятно, что все мы с вами взрослые люди и основной контингент нашего мирного канала – это родители и даже есть бабушки и дедушки. Поэтому поговорим сегодня с Олегом Петровым, которого я пригласила для этого разговора и обещала, что будет эфир давно, но вот он состоялся сейчас. И Олег преподает английский для взрослых и детей. И очень интересное у нас с ним знакомство. Поэтому, Олег, я сейчас начну тогда расскажу о том, как мы с тобой познакомились, а потом перейдем уже к диалогу. Пока немного мой монолог. Да, понял. Ну всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Я хочу сказать, что Демитково, конечно, у нас уникальное место в плане того, что у нас помимо процедур для здоровья и для формирования вашего здорового образа жизни, у нас всегда были темы, связанные с образованием. И таким первым нашим проектом образовательным был лагерь английского языка для взрослых – это Хилтон. Так вот, Олег Петров в 2009 году впервые посетил наше Демитково, хотя проекту Хилтон сколько уже, Олег? Больше 30 лет. Больше 30 лет. С 90-го года. С благодарностью вспоминаю Белоусову Ирину за то, что она ратовала за расширение возможностей наших интеллектуальных в виде развития языка. Но это не только развитие языка, это, я бы сказала, лагерь развития коммуникаций. Поэтому вот, Олег, расскажи, как у тебя состоялось первое твое знакомство с Демитковым в 2009 году? Ну, это был курс погружения. Студенты и преподаватели все живут в Демитково. Все 10 дней все, что они делают, слышат и видят на английском языке. Уникальная методика Ирины Александровны. Я не был основным преподавателем, но был помогающим. Моя роль была такая, что когда немцы и французы, условно говоря, читают диалог, я должен им помочь, как прочитать правильно. Но самое крутое было то, они не верили, что это они читают на английском. Значит, они читают на английском по ролям два-три раза, потом закрывают английский, смотрят на русский и воспроизводят. И не верят, что делают это они сами. Вот такой вот опыт. Ну, я хочу сказать, что, конечно, методика Ирины Александровны, она уникальная. И учебник, который она издала, и все рабочие тетради, они до сих пор востребованы. И дело живет в лице ее дочери и всех, кто был предан ей в команде. Поэтому светлая память. И вернемся к нашему Демиткову. И с учетом того, что с 11 февраля у нас второй заезд счастливой смены. Первая смена состоялась в начале прошлого года. И на этой первой смене Олег был как раз и преподавателем, и родителем. И скажи, пожалуйста, что дала тебе вот эта счастливая смена в Демитково, когда родители приглашаются с детьми, и, казалось бы, они приглашаются на отдых, а они чему-то должны еще научиться? Ну, это очень интересный опыт. Во-первых, взгляд со стороны и на себя, и на отношения друг к другу. Мы с женой были, и на отношения с ребенком. И, значит, разные занятия. Во-первых, с психологами и у детей, и у взрослых. Потом мы делали утром зарядку цигун с моей помощью. Да, я был инструктором. И дети играли со мной и пели на английском. То есть, ну, такой интересный симбиоз, когда прокачивают родители и прокачивают детей. Плюс еще свободное время, как бы очень вкусное, конечно, питание всем понравилось. Вот, ну, очень классный опыт. И, на самом деле, Полина до сих пор у меня просится. Уже в январе говорит, ну, мы как-нибудь сможем снова попасть. Я говорю, ну, наверное. Вот. Я думаю, что, конечно, сможете с 11 февраля по 17 февраля. Это счастливая смена. Есть, но, как мы узнали, когда объявили продажи этих путевок, о том, что сейчас смещаются каникулы в разных школах. Уже такого нет, как раньше, хотела сказать. Когда мы точно знали, что у нас есть зимние каникулы, у нас есть весенние каникулы, у нас есть летние каникулы. Сейчас все имеет какой-то другой формат. То есть, какие-то школы идут по формату пять недель учатся, одну неделю отдыхают. Вот. У всех все по-разному. И, соответственно, конечно, организовывать вот эти счастливые смены стало труднее. Но я считаю, что актуальность коммуникации родителей и детей возросла. Почему? Потому что, в принципе, не секрет о том, что в основном мы сейчас виртуально друг с другом общаемся. То есть, огромный. И сейчас мы с тобой тоже. Я в одной стране, ты в другой стране. И мы настроили свой контакт. Но благодаря тому, что мы раньше были знакомы. Вот. А когда сейчас, казалось бы, в одной семье все живут параллельной жизнью. Родители свою жизнь, подростки свою жизнь. Там дети помладше еще свои. И вот это такое одиночество, казалось бы, в полной семье. Вот, Олег, как ты считаешь, вот эти счастливые смены, они позволяют людям остановиться в моменте и понять вообще всю ценность коммуникации, которую мы должны возродить в семье? Да, конечно, они помогают. Получается такое объединение. И еще программа так выстроена, что нет особо времени сидеть в гаджете и нет даже желания, потому что хочется погулять. Вот была зима, это январь. Мы там, то прогулка, то какие-то покатушки там на ватрушках, просто вот это вот сосны, посмотреть вокруг Демиткова. Там в разное время дня, но тоже разные красоты открываются. И всегда хотелось вот что-то гулять. Ну да, хотелось глотнуть свежего воздуха, но все равно же были задания. Эти задания касались именно выстраивания, точнее говоря, восстановления навыков коммуникации между мужем и женой, между родителями и детьми. Вот что изменилось в ваших отношениях с Оксаной, что изменилось в отношениях с девочками? У тебя двое девочек, одна подросток, другая уже школьница. То есть вот что изменилось? Ну, может быть, получше прислушиваемся, стараемся слушать и слышать как-то, наверное, принятие, больше принятие и желание помогать, может быть. Помогать, помогать, оказывать поддержку или, то есть, наверное, вот знаешь, как бы произошел ли вот этот переход, который нам всем жизненно необходим от советов к действиям? То есть вот не советовать, не назидать, не читать морали, а именно своим примером или своими какими-то семейными событиями? Ну, в принципе, произошел, и даже вот сейчас тоже один из моментов у нас Поля ходит на проект Анастасии Гилёвой «Дом счастья жить», и там есть барабаны, и мы с ней ходим туда вместе, и как-то вот это вот идёт совместное действие. На самом деле барабаны нравятся мне больше, вот, но кажется мне так, вот, но я стараюсь её заразить именно действием. Две пары палочек купили там, ну, в общем, там учитель сказал, а давай, Олег, ты будешь играть на гитаре, Поле в это время барабанить. В общем, как-то вот тоже она задействует нас обоих, чтобы не сидел просто и всё, а включает, и получается, что вот, ну, именно вот, скажем, взаимодействие с энергией. Да, ну, и мне бы хотелось, чтобы ты больше рассказал для тех, кто нас будет слушать, что за проект в Перми «Счастье жить» и с какими детьми ты занимаешься. И сейчас ведь ты занимаешься английским, с детьми с ограниченными возможностями, хотя я не могу их так назвать. Я хочу сказать, что это дети с безграничными сейчас возможностями, которые дают им, стараются дать им родителей. Ну, стараются дать родителей, и сам вот этот проект, он, конечно, объединил много проектов. Все не успеваем, может быть, больше там участвовала, ходила Оксана, даже там на телеэкран попадала весь теперь. Да, а что за передачи? Была Оксана, это жена Олега, так что за передачи? Это просто был сюжет из «Счастье жить», по-моему, «Песочная терапия», там есть психолог, занимается пескотерапией. Вот это было. И что-то ещё, раза два, просто раз и попадала, приезжая в телевидении, не сильно готовилась. Ну, мне кажется, что, кстати, вот работа в Демитково немножко так это дала больше раскрепощения, что не готова, но готова. Да-да-да. Ну, потому что этот Экстром, который был в нашей счастливой смене, это же была первая смена, первый опыт, он всегда имеет свои плюсы и минусы. То есть плюсы это, когда у людей меньше ожиданий, минусы, когда мы сами видим то, что мы упустили, не доделали. Я думаю, что сейчас последующие все счастливые смены, которые будут проводиться в Демитково, они, конечно, уже будут более организованными и результативными. Но на самом деле, как Олег, ты правильно сказал, всё же зависит от нас, мы готовы взять какой-то объём знаний и потом воплотить их в жизнь. Или мы, ну, с трудом меняем свои паттерны. А скажи, пожалуйста, вот ты преподаешь в счастье жить, это твоё волонтёрство, то есть это ты? Ну, это, скажем так, поначалу было волонтёрство, они небольшую плату делают, но это достаточно такая небольшая плата. Это на процентов 70 можно назвать волонтёрство. И плюс ещё, кроме этого, я там раз в неделю старался ходить, есть у них такая сельвенитовая пещера и музыкотерапия. И вот туда полностью волонтёрство, то есть ходить, играть на гитаре, пока они сидят тут, ну, влечиться в сельвенитовой пещере. Это отлично. Мне кажется, все запомнили подведение итогов Демиткова в конце декабря, когда мы сидели у камина, ты играл студенческие песни, и мы все объединились, и было очень тепло и хорошо. И на самом деле, если вспомнить концерт, который был заключительный в нашей детской счастливой смене, когда выступали и родители, и дети, это настолько всех объединило. И я помню, как потом Ирина Климова рассказывала, как семья из Екатеринбурга, когда сын сказал, а что, разве все не поедут с нами в Екатеринбург? Мне кажется, что как раз... То есть, а теперь мы поедем к нам, да? Да. Да-да-да, да-да-да. Вот, мне кажется, что как раз счастливые смены – это про возможность в моменте оценить вообще тот огромный дар, который нам дала жизнь, сама как жизнь, да? И дар коммуникации в виде наших детей, которые являются нашими зеркалами, нашими учителями. И, конечно, то, что ты сказал, что вы сейчас вместе с Полиной ходите, работаете, учитесь на барабанах и объединились – это здорово. Потому что, помнишь, были какие-то проблемы с коммуникацией с ребёнком, и слава Богу, что это выправляется. Да, ну плюс, на самом деле, есть ещё такое занятие английским, ей нужны, то она хочет, то она не очень хочет. И я придумал систему такую, что мы занимаемся втроём, я, Оксана и Поля. И тогда получается, что вроде как всё получается именно вот в таком вот, в такой команде. В таком формате, вся семья. Да, да, да. Мама тут рядом, папа, и вместе занимаемся. И тогда это получается. С папой заниматься не хочу, но если мама будет, тогда буду. Ну и, в общем, вот я нашёл такой вот вариант, который сработает. Супер. А скажи мне, пожалуйста, как отношения со старшей дочью? Потому что вот тема у нас в прошлой неделе как раз была про подростки и эфир с психологом про пацаны или подростки, про скрытую и проявленную агрессию. Как со старшей дочерью? Сколько ей сейчас лет? Ей сейчас, она девятый класс, 16 лет. Вот, но у нас как-то легче общение всегда было. И тут как бы тоже есть общее, она ко мне пристала в прошлом году, начал её учить на гитаре, и есть такой общий интерес гитара. Потом у неё есть английский, ей надо к ОГЭ готовиться, я её готовлю. Поэтому даже, ну, отбросила других, никого к экзаменам не готовлю, а сконцентрировался на ней. Вот, ну, потом вот она у меня скалолазка, мы с Оксаной ездили, первый раз её вся сестра увозила, а тут мы первый раз вместе с ней оказались в скалолазном лагере. Немножко побыли скалолазами даже, типа, свидание в горах, есть фоточка, где мы там, фоточка на скалах стоим с Оксаной. Общие интересы много. Общие интересы. И понимание, и помогает, вот, не с моими делами, то, что вот я тут пытаюсь создавать онлайн-курс, она там видеомонтаж делает, ну, в общем. И сейчас она нам помогала настраивать эфир, то есть, на самом деле, вы же приходили ко мне на семейную сессию, и я так счастлива, что сейчас всё вместе, и вся семья вместе. Прямо, это замечательный результат. Я хочу сказать, что, конечно, Демиткова творит чудеса, но оно не способно творить чудеса, если ты сам в это не вкладываешься, правда? Ну, да. Поэтому, конечно, я тебя благодарю за эфир. Сожалею, что мы с тобой опять спонтанно собрались и мало поговорили, но я считаю, что надо просто записываться к тебе на онлайновый курс. И нет такого возраста, в котором нельзя начать учить английский язык, главное не откладывать это. Вот, я так понимаю, старшую дочь подготовишь к сдаче экзамена, она сдаст, и ты будешь открыт для других. И, конечно, всех желающих приглашают к нам на счастливую смену Демиткова, которая пройдётся с 11 по 17 февраля. И следите за рекламой в нашем канале Демиткова, когда будут следующие смены. Олег, что ты ещё хотел, ты бы добавить? Ну, в принципе, вроде бы всё про эти все коммуникации детей, родителей и взаимодействия всё обсудили. Буду рад, что все поедут, и новенькие, и старенькие, на счастливую смену. Ну, я думаю, что мы с вами увидимся уже летом, объединимся, приедем и проведём летнюю счастливую субботу. И мы опять будем сидеть около костра и петь песни на английском, на русском. В общем, мы за мир, и мир в мире начинается с нас. Спасибо большое тебе, что нашёл время в рабочую неделю. Вам спасибо огромное, рад пообщаться всегда. Да, взаимно. Спасибо. Привет, Оксане, детям. До новых встреч. До новых встреч, до свидания. До свидания. Олег, там нажимай крестик вниз. Всем спасибо, вот такой на неделе неожиданный экспромт видеоэфира. Поэтому приезжайте, ждём вас всех, Демиткова, и подписывайтесь на мирный канал. Всем доброго дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.